В эти дни в областном центре работают участники проекта Общероссийского народного фронта Дорожная инспекция УНФ «Карта убитых дорог». В Иванове на карту добавлено 318 дорог. 26 из них отремонтировано капитально. По 167 проведен ямочный ремонт. Обратная связь в случае с областным центром явно работает. Если говорить о топ-10 дорог, за которые больше всего проголосовали жители, то из них 6 отремонтировано. Это улица Новая, 2-я Продольная, Фрунзе, Станко, переулок Челышево и 1-я Полянская. Вот эти дороги, за них проголосовали жители. Они собрали максимальное количество голосов и на них уже сделан ремонт. А вот улицы Типографские, дорога, которая идет в деревню Калачева и Станкостроители, вот они нуждаются в ремонте. Но здесь нужно сделать опять же отступление, что все-таки Типографская это частный сектор. А улица Станкостроителей, она на окраине. И если в других городах мы видим убитые дороги, за которые голосуют жители, они находятся прямо в центре, то здесь они все-таки не затрагивают центральные улицы. Наблюдатели отметили, что в сравнении с другими российскими городами центральная улица Иванова выглядит весьма прилично. Поэтому в нашем регионе пристальное внимание к безопасности. Этот перекресток в самом центре улицы 10 августа проспектов Ленина и Шереметьевского в 2018 году являлся очагом аварийности. Здесь было зафиксировано 8 ДТП. Эксперты ОНФ считают, что пешеходный переход на дороге из шести полос должен быть как минимум регулируемым. Представители администрации согласны. Здесь предполагается и светофорный объект, рассмотреть возможность установки, запроектировать. И также мы хотим здесь сделать островок безопасности. Эта работа у нас уже начата на том же Шереметьевском проспекте, немножко далее. У нас есть уже один островок безопасности, но в конце улицы улица длинная. Еще островки безопасности в этом году появятся на улице Фронзе и проспекте Текстильщиков. Затем ревизоры решили проверить качество разметки на Ивановских дорогах. Ретро-рефлектометром оценили зебру на улице Куконковых. Специалисты измерили световозвращение и яркость. Только что мы произвели замер на осевой разметке и показатель 36,112. Согласно нормативу, вот эта цифра должна быть не меньше 75, а эта тоже не меньше 75. То есть мы можем сделать вывод, что яркость разметки в принципе удовлетворяет нормативным параметрам, а вот коэффициент световозвращения, ну вообще в два раза ниже нормы. Ну это вопрос о качестве разметки и о том, как ее содержат. В Иванове много песка и на дорогах, и вдоль бордюров, отметили эксперты. Это одна из причин высокой стираемости разметки. А ведь яркие зебры – это прежде всего безопасность. За четыре месяца 2019 года в городе Иваново было зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 4 человека погибли и 61 человек получили травму тела. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество происшествий выросло на 17% и количество пострадавших в них людей на 4%. А 33 ДТП из 64 произошли в зонах пешеходных переходов. И также мы наблюдаем рост. Рост наезда на детей в Иванове – 700%. Эксперт ОНФ по результатам мониторинга направит в правительство России предложение о том, как добиться эффективной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.